В паспорте написано «Крымчанин», но соседи называют беженцем. Уже несколько месяцев жители Востока и Крыма вынуждены мигрировать в другие города. Поначалу их расселили в обветшалом здании санатория «Куяльник», но еще пару месяцев и даже там не останется места. Анна Саенко приехала из Керчи. С конца апреля она живет в санаторном корпусе. Одесса ей напоминает родной город. Тут тоже есть море, но ни одного близкого человека. В Крыму у Анны осталась мама. Они часто созваниваются, говорят о жизни. Однако обсуждение ситуации на полуострове – табу. Но нам Анна рассказывает, что для нее Крым остался украинским. Видеть, когда по территории гуляют российские военные, и даже они как-то цинично относятся к тому, что Крым теперь Россия, как-то они это теперь подчеркивают особенно везде, подсмеиваются. В общем, мне это очень не нравится. Женщина говорит, что на работе стали принуждать получать российские паспорта. Ее мама согласилась и сохранила работу. Но Анна не смогла поступить так же. Вот и уволилась из санэпидемстанции и уехала из Крыма. Сказано было, что будут руководители предприятия наказывать за тех работников, которые не получили российские паспорта. Ну, в общем, я собралась и поехала в Одессу. Сейчас Анна пошла получать новую профессию. Хоть и пришлось кардинально менять жизнь, но настроена она оптимистично. В центре занятости буду обучаться с завтрашнего дня на другую специальность получать рабочую. Потом по этой специальности, возможно, работу. Какую специальность? По специальности абиратор котельной. Хотите? Да. В центре занятости говорят, что это уже не первое обращение за работой. Переселенцы приходят еще с марта. Большинство вынужденных переселенцев трудоустраивают по тем специальностям, по которым они работали в родном городе. В основном это менеджеры, преподаватели и продавцы. Но некоторые, как Анна, полностью меняют профессию.